Евангелие от Луки, глава шестнадцатая Отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порозень, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее напиши, пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал «Сто мер пшеницы» и сказал ему «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, отче Аврааме, умилосердясь надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисея и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят. Послание к Ефесянам, глава первая. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём. В устроении полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом. В Нём мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего всё по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нём и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обитованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив Одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всём веке, но и в будущем. И всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего всё во всём». Книга Второзакония, глава 10. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошёл на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, «Те десять слов, которые изрёк вам Господь, на горе и среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошёл с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон и погребён там, и стал священником вместо него сын его, Илиазар. Оттуда отправились в Гуд-Год, из Гуд-Года в Иотвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет ли вид участия и удела с братьями Его? Сам Господь и есть удел Его, как говорил Ему Господь, Бог Твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей. И послушал меня Господь и на сей раз. И не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим. Пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся, от самых дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог Твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога Твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Чтобы соблюдал заповеди Господа Бога Твоего и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семья их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, и вы сами были пришельцами в земле египетской. «Господа Бога Твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, который сделал с Тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза Твои. В семидесяти пяти душах пришли отцы Твои в Египет, а ныне Господь Бог Твой сделал Тебя многочисленным, как звезды небесные». Псалом шестидесятый Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида «Услышь, Божий вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердце моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем, и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его, продли в рот и рот. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok